Страстная пятница Что мы можем отметить этот день и сделать его особенным? Во-первых, важно посетить церковь, принять участие в службе. В этот день церковь проводит особенные богослужения, которые напоминают нам о том, что Иисус Христос отдал свою жизнь за наши грехи. Присутствие на службе поможет нам понять глубину жертвы, которую совершил Спаситель, и принять ее как свой личный дар. Если такой возможности нет, то дома обязательно зажгите свечку и прочитайте любую молитву, которую вы знаете. Во-вторых, важно отказаться от мясной пищи и придерживаться поста по возможности. Это символизирует наше смирение и покаяние. Мы отказываемся от чего-то, что нам нравится, чтобы показать нашу готовность жертвовать своими желаниями и потребностями во имя Бога. В-третьих, важно провести этот день молитвой и размышлений. Мы можем задуматься о том, как мы живем свою жизнь и как мы можем стать лучше. Мы можем помолиться за себя, за других, попросить прощения за свои грехи и просить помощи в своих нуждах. В-четвертых, важно сделать доброе дело. Мы можем помочь нуждающимся, пожертвовать деньги на боготворительность или просто улыбнуться и пожелать добра кому-то на улице. Это поможет нам проявить любовь и сострадание к другим, как это делал Иисус Христос. В-пятых, важно провести этот день в смирении и тишине. Мы можем отказаться от шумных развлечений, провести время в одиночестве, чтобы подумать о своей жизни и о том, как мы можем ее изменить. Мы можем прочитать Библию или любую другую духовную литературу, чтобы укрепить свою веру и понимание. В этот день очень важно в течение дня прочитать особую молитву, которая поможет вам в вашей жизни. Вы точно просто уединиться, выбрать для себя всего 5 минут, подумать о своей жизни. После чего нужно прочитать такую молитву. «Всемилостивый Божий, в этот день, Страстной Пятницы, мы стоим перед Тобой с покаянием и смирением. Мы признаем свои грехи и просим Твоего прощения. Дай нам силу и мудрость, чтобы следовать по истинному пути. Помоги нам быть милосердными и сострадательными к нашим близким. Мы молимся за мир в мире, за здоровье и благополучие всех людей, за защиту и утешение тех, кто страдает и нуждается в нашей помощи. Боже, прими наши молитвы и даруй нам Твою благодать и милость. Истина». Вот нужно прочитать один раз, и этого будет достаточно. И вот посмотрите, что в вашей жизни очень многое поменяется. И, конечно же, очень важно помнить о том, что Страстная Пятница – это не только день скорби и печали, но и день надежды и веры. В этот день мы можем помолиться, попросить у Бога помощи, чтобы наша жизнь стала лучше, и мы могли обрести спокойствие и счастье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова